Как мы знаем, вообще эмоции — это одна из важных частей user experience. Приятно, что на секре эта тема уже поддерживается второй год подряд. Кроме каких-то уже известных методов оценки эмоций, мы сегодня познакомимся с новыми разработками. Я представляю доклад Александра Шкарапуты по оценке эмоций с помощью звуковой волны. Давайте поприветствуем. Итак, уважаемые присутствующие, разрешите всех вас поприветствовать. Как уже сказали, зовут меня Шкарапута Александр. Я представляю Пермский государственный национальный исследовательский университет. Мой доклад называется «Определение эмоционального состояния человека с помощью компьютерного анализа параметров звуковой волны». Чуть-чуть обо мне. Кандидат физико-математических наук, директор Центра робототехники, заместитель декана «Механико-математического факультета». Мой доклад связан с распознаванием эмоций. Еще в прошлом веке, в середине прошлого века, Пол Экман выделил семь базовых эмоций, которые не зависят от национальности человека. Это радость, печаль, гнев, отвращение, страх, удивление и презрение. Необходимо сказать, что современные психологи выделяют разное количество эмоций, а современные программные продукты распознают до 2000 эмоциональных состояний. Как можно распознать эмоцию с помощью программного продукта? Например, мы можем проанализировать изображение, или мы можем проанализировать речь, или звуковую волну говорящего человека. Я представляю новый подход, который мы разработали вместе со студентами. Он основывается на анализе речи, то есть на анализе звуковой волны. Плюс мы вводим некую новую характеристику, которая пришла из теории музыки. Взгляните, пожалуйста, на этот слайд. Здесь можно увидеть так называемый мажорный лад и минорный лад. Здесь у нас есть ля мажор и ля минор. Посмотрите, пожалуйста, они различаются между собой. Например, первая и последняя нота ля и до диез, и первая и последняя нота в ля миноре — это ля и до. Между ними разное расстояние. То есть расстояние в 2 тонны и в 1,5 тонны. Эта характеристика пришла у нас из музыкальной теории. И первое расстояние называется большая торца, второе расстояние называется малая торца. Вот, собственно, с этой характеристикой мы и хотим работать. То есть есть гипотеза, что если человек говорит радостно, например, или грустно, то аналогичные характеристики мы можем найти в звуковой волне, соответственно, диктора. Давайте рассмотрим более подробно эти расстояния. Вот, например, у нас ля — это 440 Гц, а до диез — 554 с копейками Гц. Или для малой терции у нас расстояние от ля — 440 Гц до 523 Гц. С так называемыми тонами нам работать неудобно, поэтому мы вводим новую характеристику — это отношение частот. То есть одну частоту мы просто поделим на другую частоту и получим новую характеристику. В чем будет заключаться наш метод? Сначала мы строим график спектра, используя так называемое дискретное преобразование фурии. На графике спектра мы выделяем максимальные амплитуды. Этим максимальным амплитудам соответствуют свои частоты. Дальше эти частоты мы делим друг на друга, получаем некоторую характеристику, и на основе этих характеристик мы пытаемся разделять или определять наши эмоции. Посмотрим конкретный пример. Вот здесь у нас график спектра человека, который говорит с радостной эмоцией. Красными точками у нас выделены максимальные амплитуды. И здесь эти максимальные амплитуды соответствуют частотам 367, 711 и 900 Гц. Посмотрим на следующий слайд. Вот здесь у нас внизу табличка, которая соответствует отношениям частот. Давайте взглянем. 711, например, поделить на 900. Это получается величина 0,79. Очень интересная величина. Если мы бы, например, рассмотрели мажорный лад, и там частоту третьей ноты поделили на частоту первой ноты, как я показывал вам, мы получили бы то же самое отношение 0,79, которое соответствует большой терции или радостной оценке голоса. Мы рассмотрели 60 записей для различных эмоциональных окрасок. Это удивление, отвращение, гнев, страх, радость, печаль. Всего 6 у нас было эмоций. На каждую эмоцию мы использовали по 10 записей. Для каждой записи построили соответствующий спектр и нашли соответствующее отношение частот. Дальше. Для каждой эмоциональной окраски мы эти отношения частот просуммировали и определили наиболее часто встречаемое отношение. Давайте взглянем. Наиболее частое встречаемое отношение у нас здесь под римской цифрой 1. Менее встречаемое отношение частот под римской цифрой 2, но еще более-менее соответственно под римской цифрой 3. Посмотрите, пожалуйста. Например, у нас для радости чаще всего встречается отношение 0,79. Уже известное нам отношение, и оно у нас соотносится с большой терцией. Вот слева можно это увидеть. Дальше. У печали отношение 0,84. Чаще всего встречается интересное отношение, оно соответствует уже малой терции или полутора тона. Дальше. Если посмотреть на другие эмоции, например, для страха 0,74 с точностью до 0,01 — это чистая кварта. Или, например, отвращение 0,67 — отношение наиболее часто встречаемое. Это чистая квинта. Давайте количественно посмотрим, как у нас эти отношения присутствуют для какой-то эмоциональной окраски. Вот, например, страх. Здесь все отношения из наших десяти записей мы просуммировали и теперь отобразили в виде столбиков. Самый большой столбик у нас соответствует 0,74. С точностью до 0,01 — это чистая кварта. Следующий столбик по высоте соответствует отношению 0,67. Это чистая квинта. То есть довольно-таки интересный получается результат. Или, например, для отвращения. Здесь у нас самый высокий столбик соответствует отношению 0,67, или это чистая квинта из теории музыки. Необходимо дать сравнительный анализ нашего метода по отношению к другим методам. Ну, первое. Метод частотный. Понятно, что для того, чтобы построить нашу характеристику, мы должны использовать именно частоты. Частоты мы получаем с помощью дискретного преобразования Фурья. Оно грешит тем, что не дает большой детализации, но нам это и не нужно. То есть большая детализация, наоборот, дает нам некоторый паразитный шум. Дальше. Мы не используем временные характеристики. Это и хорошо, и плохо. В чем это хорошо? Например, наш метод не зависит от скорости воспроизведения речи диктором. Или наш анализ не зависит от того, от точки начала отсчета анализа звуковой волны. Наиболее близким к нашему методу является метод выделения мелких-эпстральных коэффициентов. Нужно сказать, что в том методе используются специальные шкалы, логарифмическая шкала, и эти коэффициенты используют свои специальные преобразования. В нашем методе это не нужно. То есть мы не используем каких-то конкретных шкал, мы используем частоты, которые соответствуют максимальным амплитудам. И просто делим их друг на друга. Таким образом, если у нас в звуковой волне есть какая-то эмоциональная окраска, значит на этих отношениях это должно сказаться. Дальше. Мы попробовали проанализировать с помощью статистических методов наши отношения частот. И с помощью прямой статистической оценки нам удалось наши 60 записей корректно разделить на группы в 60-70% случаев. Однако, если мы использовали метод искусственной нейронной сети, то нам удалось разделить наши записи на группы в 100%. Необходимо сказать, что методы искусственной нейронной сети — это, собственно, тоже виды статистических методов. Какую искусственную нейронную сеть мы использовали? На входе мы подавали 15 параметров. Откуда они взялись? Мы рассматривали записи по 5 секунд. Эти 5 секунд мы делили по 1 секунде, на фрагменты по 1 секунде. И каждый фрагмент давал нам по 3 отношения. 3 на 5 — всего 15. Мы использовали двухслойную сеть, а также сигмоидальную функцию активации. Данная модель у нас довольно-таки простая, но мы не гнались пока за какой-то сложной моделью. Ну и на выходе понятно, что мы получаем эмоцию, какую-то эмоциональную окраску. Вот пример данных на входе. Здесь у нас табличка из 20 строк. Каждая строка отвечает за конкретную запись человека. Всего в строке у нас 15 параметров. Верхние 10 строк у нас относятся к радостной эмоции. А нижние 10 строк относятся к печальной эмоции. И здесь в каждой ячейке у нас, соответственно, отношения частот. Те отношения частот, которые больше относятся к радостной оценке, мы отметили зеленым, желтым и оранжевым цветом. А те отношения частот, которые больше относились к печальной окраске, мы их выделили красным, сиреневым, так, красным, сиреневым и розовым цветом. Но здесь очевидно разделение. Таким образом, в итоге нужно сказать, что нам удалось выделить новые идентификационные признаки эмоционального состояния человека и на основе этих признаков построить новый метод, который не зависит от индивидуальных особенностей человека. То есть, как он говорит, с какой скоростью, при дыхании, вибрации, предположим, даже от того, на каком языке он говорит. Ну и мы не используем временные характеристики. Первоначальная статья представлена здесь, где можно посмотреть этот метод вместе с Олесей Близнюк. Мы ее написали. Тут всего лишь рассматриваются две эмоциональные окраски. Это радость и печаль. После данной конференции будет статья, в которой уже рассматриваются шесть эмоциональных состояний. Данная статья будет написана с моими студентками. Это Арина Кальчерина и Мария Мишланова. Мои контакты представлены здесь. Я готов к сотрудничеству. Спасибо за внимание. Коллеги, есть ли вопросы? Отлично. У меня такой вопрос, немножко сталкиваясь тоже с музыкой. Вопрос такой, в музыке фиксированы разности. Если мы берем, скажем, не ля мажор, ля минор, а скажем ре мажор, ре минор. Там фиксируются разности тонов, а вы фиксируете отношения. Вот вопрос такой, почему так? Разность тонов, это и есть интервалы, по сути. Мы связываем интервалы непосредственно с отношениями частот. С интервалами непонятно, как работать. Вернее, с разностями понятно, как работать, но они у нас для разных октав будут разными. А если мы возьмем отношения, то, соответственно, они будут одинаковыми. Именно отношения для разных октав. Ну, я не скажу, что я имею музыкальное образование сильно-сильно, прямо вот в этом. Вот. Но вот если мы рассмотрим именно такие отношения, как терция, например, вот такие тонаны, то там у нас взаимно однозначное соответствие. Добрый день, спасибо за доклад. Возник такой вопрос, даже, наверное, два. Первый, как раз тоже немного по теории музыки. Хотел уточнить следующее. Как вы определяете первую ступень тональности? Потому что, допустим, тому же ля минору соответствует до мажор, в котором переход с третьей до пятой ступени будет малой терцией. Но при этом это будет мажорным разрешением, ну, собственно, субдоминанту. Это первый вопрос. А второй вопрос. Проверяли вы значимость, проводили ли т-тесты, какая именно значимость модели, какая вероятность ошибки. Там r квадраты, возможно, считали такого плана. Именно статистически. Ну, статистически, как я уже говорил, у нас, когда мы непосредственно просто складывали частоты, те, которые наиболее часто соответствуют своей эмоциональной окраске, то мы там ошибку имели процентов 40-50, 40-30. А когда мы использовали искусственную нейронную сеть, то ошибки фактически не было. Ну, стопроцентно мы разделили. Если рассматривать более серьезно, мы рассматривали всего лишь более серьезно, это две эмоциональные окраски. Вот радость и печаль. Обучение нейронной сети смотрели и так далее. Там ошибка была 2% примерно. То есть когда мы уже внешне на основе обученной сети рассматривали. По поводу теории музыки, ну, здесь нужно посмотреть, что вы имеете в виду. Потому что, ну, я говорю, что вот здесь вот мне самому нужно было бы разобраться, конечно же. Спасибо за вопрос. Вот. Я думаю, что вот у нас здесь именно расстояние в тон или полтора тона, вот именно взаимнооднозначное соответствие будет. Что вы имеете в виду? Можно подойти с вами побеседовать. Спасибо за доклад. У меня вопрос немножко более практического плана. Вообще, натурально, как вам получилось собрать эмоции? То есть откуда вы брали данные и уверены ли вы в том, что они действительно, ну, истинные, скажем так? То есть что это не игра, это не вот… Данные мы брали с различных сайтов. Дальше мы просили, например, наговорить некоторые записи других людей. Это были самые различные записи самых различных людей. Там не обязательно был разговор. Например, это был смех или плач. Вот. Были записи, когда человек, например, читал сказки и попытался воспроизводить определенную эмоцию. Здесь у нас погрешность была больше. То есть наигранную эмоцию в том числе можно, например, отследить, я так думаю. Вот. По поводу корректности. Ну, в психологии есть свои методы, когда мы можем разделить эмоции по кластерам. И для этого есть так называемый семантический потенциал. Вот. И он определяется с помощью экспертов. То есть эксперты определяют эмоцию в определенную группу. Ну, мы там три эксперта выделяли и определяли их в определенную группу. Коллеги, у нас закончилось время. Давайте, если есть дополнительные вопросы, то можно уже на выходе из зала пообщаться. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ